дальше работа спайта на ребят теперь важный совет вот настроим питон сейчас выпишем основные моменты которые нам нужны и настроим проекта илда работу с проектами все и начинайте работать потому что space max можно настраивать всю жизнь так и не настроить потому что что-то будет не устраивать просто допустим даже с кодом там применять то можно штук 200 разных вариантов да мы возьмем по минимуму то что надо нам на данный момент поэтому начинайте работать все остальное сортируется и так теперь это сейчас для участников школы начну сразу система работы с кодом обратите внимание ребята вот эта привычка я сказал я не против переполнения стека да но после документации обратите внимание я всегда сначала идут документацию это архиважный момент это привычка документация всегда дает опору что мне делать есть что-то непонятно я уже могу дополнительно где-то посмотреть информацию либо исходный код либо информацию почему первым делом мы начинаем всегда с документации чем бы мы не занимались это я для ребят школы говорю для тех кто хочет программировать значит а сейчас мы займемся дальнейшей настройкой python я просто объясню здесь два значится модуля работы с python это бэком анаконда и бэком лсп мы попробуем и тот и тот потом выберите либо можно использовать оба так как допустим можно указывать 9 директорию и в директории вложить вот этот файл гир локал с л л да и просто прописать что здесь использовать бэком лсп либо бэком анаконда также его можно назначить и при помощи горячих клавиш поэтому мы подключим два сразу да они будут по умолчанию любом случае будут работать анаконда и и тогда надо либо если не хотите закомментировать либо указать конкретной директории что использовать до вложив корневую директорию вот этот файл вот с таким вот кодом можно будет проверить ну значит а теперь для участников школы я вижу что работа идет здесь объясняю для тех кто начал с этого видео в одну секунду проект школы spb тире тут . ру начался проект д д д хакерс который развивается где кроме обучения python участие в разработке поэтому там мы разбираемся с гид сейчас тотально разбираем чтобы человек мог в первую очередь писать на любых языках программирования и я сейчас дополню вот я сказал ребятам берете вписываете я сейчас вижу пошла работа значит я дополняю еще один пункт да это работа с командной строкой командной строкой является обязательным строкой лучше использовать жукой тормит и бук это тоже командная строка только который можно сохранить я видел что рима начала проработать исключения записала свой вывод это правильный вывод для участников школы для новых вообще так что уже показывать клавиши вот здесь есть раздела разработка и там есть первые уроки по системе работы с кодом это архиважно потому что это полностью влияет на привычки будете писать код или нет следующая вещь которая обязательно должна быть у программиста там много чего поэтому не думайте что вот много людей просто смотрят видео этого достаточно нет надо быть в проекте это начинать всегда в документации это тотальная привычка начиная документация никто не против переполнения с церковь сайта это привычки обратите внимание где бы я не было всегда начинают документации архиважно еще в том моменте что люди вообще они не понимают допустим большинство людей даже не знают довольно простые вещи которые открывают глаза допустим они не были документации и не ориентируются по этому сайту сто процентов они не знают что вот мир как дима своей торнадо правильно говорил вокруг трех этих слов крутится весь язык и здесь есть все в первых там 30 строках что надо знать об объекте люди даже не знают об этом или люди не знают очень простых вещей где более чем доступно допустим том же глоссаре и расписаны очень четко понятия что и что это дает они такие же только пусть там какой-то смысл смысл не меняется описание изменяется абсолютно одинаково для всех языков то есть большинство понятий просто-напросто в python к этому очень серьезный подход поэтому я всегда говорю с python легче всего начинать но python труд труднее всего допустим понять c++ намного написать на нем сложнее на c++ но понять его проще почему потому что поэтому мы его и изучаем поэтому с ними работаем потому что там все надо прописывать все на виду в python большая часть кода происходит за кулисами поэтому тяжелее понять непонятно что происходит поэтому для того чтобы понять поэтому обязательно прицеп надо изучать c++ чтобы разобраться такие простые вещи объект иначе просто ходу не будет итак ну надо быть школе поехали дальше по python итак открываем space max открываем файл настроек так что я сделал открываю файл настроек нам надо ага у меня русские буквы стоят нам надо вверх и вверху я сделал программе программ пайтом и обратите внимание вот у вас был наверно внизу есть вот это синтез чекинг я это все просто перенес вверх да вот у меня он был тоже значится вот версию контроль надо было гид перенести но это потом спелл чекинг мы сейчас не разбираемся это пока я вообще закомментирую это у нас проверка про описание пока я это убираю значится вот это посмотрите я все перенес тут у меня по это сейчас мы разберемся с именем лист синтез чекинг lsp это все у меня раскомментированы принесем перенесено вверх давайте разделим немного чтобы было более понятно вот это поэтому в рейд вы в рейдов я сейчас все поясню шо мы будем делать но сначала и так сначала сначала мы установим здесь и и меню значит соберем набираем документацию и мы находим слой и меню лист лэйр вот такой скриншот нам надо кроме того видеть все классы поэтому сейчас мы открываем новое окно и вспоминаем контур вы и переходим в то окно далее мы же с вами делали оргрум да зачем за тем чтобы пользоваться я говорил сначала программисту записывать поэтому первым делом что мы делаем обновляем базу оргрум если мы просто привычку возьмите потому что если вы будете как я перекидывать с гид то работают на мобиле сначала всегда обновляем базу теперь нам надо найти оргрум финт и space mass python я беру слой вот я пишу внизу как я говорил начинайте себе дополнять функции то есть использование использование вообще не обязательно лсп питон так 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 это было использование лсп значится перейдем вниз большая бука . g да по вимовски и здесь уже будем собирать следующие самые нужные для работы команды сочетания клавиш так первое сочетание мы с вами уже вывели то есть это у нас определение классов так чего то здесь я немножко поменял стиль мне он не нравится я сразу скажу ну ладно мне он не нравится да я уберу вот это поставлю мне очень нравится следующий раз при перезагрузке он станет значит а первое что мне надо это мы делали значится пробел пробел g нет запятая g g перейти к определению класса в исходном коде сразу оформляем так control o вернуться назад и вторая здесь команда значится запятая g и g это открыть новом окне так следующее и меню и просто заходим и берем себе копируем 1 это открытие у нас идет в общем то подняли да и дальше все это копируем и прописываем себе не ленимся это очень важно вы соберете а потом на лист вы видите перед собой положите потому что первое время значится кюрь кюрь выйти ред открыть значится f свернуть развернуть значится д дисплей фокус имена лист виндов значится ф все все можем сохранить и так у нас собирается нужные вещи что нам надо нам надо было определение в прошлом видео мы смотрели исходный код это архиважен для программиста дальше все классы видеть давайте настроим что еще нам надо справки делать и сразу пишем сюда пишем сюда система работы с кодом обязательно вставка ссылок на ресурсы это должна быть привычка эта привычка взята эта привычка взята из от разработчиков джанга если у них заходишь в шейтинг где важные вещи у них везде есть ссылки это очень классная привычка которая сопровождает продукты и приведем пример все вполне понятно их много но на самом деле основных привычек не так много которые дают важный результат теперь теперь понимаете документацию надо изучать и она откладывается не сразу а со временем только когда вы уже четко понимаете куда пойти что набрать ведь для чего просматривать документацию вообще давайте напишем для чего просмотр документации чтение кода достигается так документации edit в первую очередь формирование базы запросов понимаете новичок он и не знает что спросить и не знает как это называется все это развивается благодаря документации сразу сразу ведем работу и так значит нам надо обязательно взять ссылку на документацию и поместить наш файл и меню то есть топ неудобно когда видео пишешь и мышью и так и сяк конечно когда ну что и делаешь ладно ну вы оформите начинаем соображать ну я это говорил что нам надо исходный код все вещи которые то есть все классы сохраняем теперь давайте у меня она стоит вы вы добавляете как документации меню лист где python прям можете создать описание себе и так далее я сейчас прямо могу это сделать то есть я открыл документацию свою которую я создал для себя важное пробел by by и у меня появляется меню вот он dot space max и при red я перехожу давайте чтоб интереснее было откроем файл файл python и смотрите оно будет меняться то есть мы можем просмазывать любое меню давайте перейдем туда это стоп с эль рэд да где оно где линдов и эль по сути дела там стрелочки я не вижу не вижу давайте так пока сделаем мне мешают стрелочки я просто на виду и f открыл закрыл открыл закрыл закрыл так хочу перейти enter все я здесь ну не буду открывать сами посмотрите python и так перед нами появляется полная картина с классами так так теперь я вижу где у меня курсор и могу перейти уже спокойно сюда да перескочила enter чтобы активировать space махту что нажать поняли и так все классы все что у нас есть она будет все расписано все классно поэтому это надо для программиста пока все пока все